Доброго времени суток! Успешно проводят свои очередные поединки на внутренней арене. Завершилась осенняя часть чемпионата Украины по футболу среди команд второй лиги. А теперь обо всем этом по порядку. Продолжает свое победное шествие по чемпионату Украины шестикратный чемпион страны среди команд женской суперлиги Юринский Химик. После двух уверенных побед в трех партиях в Северодонецке над местной северодончанкой, юринские волейболистки в рамках четвертого тура регулярной стадии турнира принимали своих ближайших преследовательниц в лице тернобыльской галычанки. Помимо статуса центрального противостояния тура, эти встречи носили еще и принципиальный характер. Ведь по разные стороны площадки сошлись бывшая и нынешняя команда наставника химика Андрея Романовича. В стартовой партии первой встречи, как могло показаться, между командами развернулась нешуточная борьба. Продержавшая в напряжении вплоть до второго технического перерыва, к которому соперницы подошли при счете 16-15 в пользу юринских волейболисток. Но на этом все и ограничилось. Решающие моменты партии остались за Химиком, который выиграл ее со счетом 25-18. Во втором сете фаворит противостояния сразу обозначил свое превосходство, лишь в его концовке позволив команде из Тернополя подобраться к себе на расстоянии в несколько очков. 22-20. Но и они оказались несудьбоносными. Три последующих выигранных мяча позволили южинским волейболисткам отпраздновать успех и в ней. 25-20. Исход третьей партии, а с ней и всего матча, был предрешен уже на старте, когда Химик на подаче Аллы Политанской повел 7-0 и довел дело со своей стороны до логического завершения. 25-17. И 3-0 в большом счете на табло. Честно, было очень интересно, потому что, так сказать, пошли мы с Дианой двое и поменялся тренер. И было очень интересно смотреться на их уровень игры в соответствии с тем, что поменялись тренировки. Ну, было, честно, очень интересно вообще. Я ждала с нетерпением этой игры, чтобы смотреться, доказать им, что я что-то могу, кроме Галичанки. Повторный поединок, который Химик и Галычанка провели в субботу, также не сулил ничего хорошего соперницам юминской команды. Все три партии вновь прошли под диктовку единоличного лидера турнирной таблицы, который лишь эпизодически позволял волейболисткам из Тернополя навязывать себе борьбу. Первых два сета Химик выиграл с одинаковым счетом 25-15. И только в заключительном третьем позволил Галычанке финишировать более-менее достойно 25-19. И сегодня, и вчера, ну, по вчерашней игре я еще раз повторюсь, что не справились просто с приемом, ну, больше, напевно, своими эмоциями, потому что хотели показать, чем кращу игру против своего тренера колишнего. Вот так и получилось у нас, что и приема не было, и подача не полетела. А судьбе с этим справились, ну, связка подвела. Все-таки тяжко налаштовувати команду на то, чтобы завидомо видно, что по классу, по набору гравців мы все-таки сильнейшие. И в такие моменты команду настраивать трошки тяжче. И в том, что в них два игрока перейшли в тот же самый химик, и пару молодых игроков, они старались, делали все, что могли. И, в принципе, как и читаючи информацию перед грою тренера соперников, так и наши думки сходились, что как получится прием подачи, так получится сопротив Галичанки. Ну, в принципе, и в те моменты, когда у них была доводка, была возможность играть первым темпом, вот тогда и получались моменты сопротива. Две победы над командой из Тернополя позволили юринскому клубу упрощить свое лидерство в турнирной таблице. После восьми проведенных встреч в активе химика восемь побед. На второе место с отставанием в семь очков вышла Луцкая Волынь. На третьем с 16 пунктами в активе осталась тернопольская Галичанка. Женско-национальная сборная команды Украины по баскетболу пробилась в финальную часть чемпионата Европы 2017 года. Это стало возможным после того, как подопечные Владимира Холопова в универсальном спорткомплексе Одесса добились уверенной победы над сборной Германии в рамках пятого тура отборочного группового этапа. А в дебюте встречи украинкам не удалось обойтись без традиционного в таких случаях мандража. Сказалась цена поединка. Однако к концу первой четверти наша команда сумела догнать и обогнать разыгравшихся представительниц сборной Германии. Героями поединка справедливо можно назвать всю украинскую команду. Наши девушки быстро справились с волнением и уверенно сделали свое дело. Особо стоит отметить в составе победительниц Олесю Малашенко, которая чрезвычайно полезно сыграла в родном для себя городе. Ее результативные действия в начале первых двух десятиминуток оказались крайне необходимыми для настроения всей команды. А итоговый дабл-дабл нашей баскетболистки, 19 очков и 10 подборов, стали логическим итогом преимущества нашей команды. Пятая победа в пяти отборочных матчах чемпионата Европы сохраняет за сборной Украины лидерство под группой «Д» и гарантирует участие в финальном турнире чемпионата Европы. В последнем поединке против Сербии остается выяснить, с какого места наша команда попадет на жеребьевку Евробаскета – с первого или второго. В чемпионате Украины по баскетболу среди мужских команд Суперлиги «Париматч» продолжает радовать своих поклонников одесский баскетбольный клуб «Бипа». В минувший уикенд победная серия подопечных Вадима Пудзерея достигла отметки в 7 матчей. И это все при том, что на старте сезона одесситы потерпели пять поражений к ряду. В пятницу от рук представителей «Бипы» пал на собственной площадке Криворожский Кривбас – 84-70. Уже по итогам первой четверти команда из Южной Пальмиры сумела создать себе шестиочковый перевес в счете, который в двух последующих десятиминутках возрос до 17 очков. Настоящим мотором «Бипа» в этом матче стал разыгрывающий команды Клим Артамонов, который не только стал самым результативным игроком матча с 17 очками, но и успел записать себе в актив 8 передач и 6 подборов. Хочу поздравить нашу команду с победой. Спасибо всем болельщикам нашим дома. Все поддерживали нас, верили в нас. Сегодня очень жесткая борьба была, игра. Мы настраивались на жесткую игру. Все силы отдали и были настоящие сегодня команды и сделали все. По статистике мы выиграли подбор и лучший у нас процент трехочковый. Но я думаю, мы выиграли просто борьбой на площадке и самоотдачей. Спустя два дня «Бипа» встретилась в Николаеве с местным МБК. В отличие от игры в Кривом Роге, где в заключительной четверти все уже было понятно, поединок с корабелами развивался для одесситов по совершенно непредсказуемому сценарию. На протяжении всего матча ни одна из команд не могла похвастаться стабильностью в своих действиях, что, скорее всего, стало следствием их усталости. За каждым подъемом с обоюдных сторон следовал провал, и так продолжалась путь до финальной сирены. И неудивительно, что для определения победителя командам даже не хватило основного времени встречи, которая завершилась в ничью 71-71. И только в овертайме за счет характера и бойцовских качеств одесситам удалось таки склонить чашу весов в свою пользу 88-82. На сей раз в составе победителей выстрелил Кеннет Фанденбург, принесший в копилку клуба 30 очков. Ровно столько же, сколько и николаевец Александр Кушниров. Ну, вообще, это главный результат. Готовились мы каждому сопернику по-разному, потому что у каждого свой стиль игры. И мы готовились к одной команде. Смотрели слабые и сильные стороны, так же само по каждой команде. И где находились слабые места, там старались определять свое преимущество или делать акцент на те моменты. А по сегодняшней игре, конечно, сегодня было настоящее дерби. Я хочу поблагодарить николаевских, одесских болельщиков. То есть, интрига была до конца матча. Две гостевых победы позволили одесской БИПе подняться на четвертую позицию в турнирной таблице. Своё выездное турне по городам Украины подопечные Вадима Пудзерея продолжат матчем в Луцке против «Волыньбаскета», который состоится 24 ноября. Два поединка на внутренней арене, правда, в совершенно разных турнирах, провел в конце прошлой недели и баскетбольный клуб «Химик». В пятницу команда Виталия Степановского совершила воежь в Николаев, где также в рамках Суперлиги Паримач встретилась с местным муниципальным баскетбольным клубом. В игре против Корабелов тренерский штаб юниорской команды предоставил возможность для отдыха своему лидеру, американцу Джимми Смиту, но даже в его отсутствии на площадке «Химик» не дал усомниться в своем превосходстве над соперником. Ключевой в исполнении баскетболистов одесского припортового завода стала третья десяти минутка, которую они выиграли со счетом 24-6. Этого локального успеха оказалось достаточным для того, чтобы отпраздновать победу во всем матче, который завершился в пользу лидера турнирной таблицы Отечественной Суперлиги 74-68. Отметим также удачные действия в этом матче Владимира Конева, который после травмы наконец-таки сумел набрать оптимальные кондиции и вернуть себе статус одного из лидеров юнинской команды. «Сказать, что сказалось, осталось, но по результату не могу. Выиграли у Николаева дома. Сказалось, наверное, отсутствие плана нашего плеймейкера Джейми. И как-то, наверное, мы по-другому как-то действовали, не знаю. А так у нас глубокая скамейка, и все дополняют друг друга. Мы к этому стремимся». Ну а в воскресенье «Химик» уже официально оказался в числе четвертьфиналистов призуэл Кубка Украины, действующим обладателем которого является по нынешний день. В ответном матче предварительной стадии этого турнира в гости к юнинским баскетболистам приехал любительский коллектив из столицы «Шаманы Мауп». Первая встреча этих соперников, состоявшаяся в Киеве, завершилась скромной победой «Химика» со счетом 76-70. Однако истинную разницу в классе команда Виталия Степановского сумела продемонстрировать только 20 ноября. Правда, не сразу. Первая четверть, в которой южинские баскетболисты не спешили форсировать события на игровом паркете, неожиданно завершилась в пользу гостей из Киева 17-16. Но вот во второй 10-минутке все стало уже предельно четко ясно. Удар на отрезок «Химика» на большой перерыв команды уходит при счете 44-28 в пользу хозяев. Дальше следует относительно равная борьба в третьем игровом отвеске и полностью провальная для столичных баскетболистов в заключительной 10-минутке, которую южинские баскетболисты выиграли со счетом 33-4. Все это привело к закономерному успеху ярко выраженного фаворита этого противостояния со счетом 96-49. У нас через два дня игра с очень сильным соперником, с каршиакой. И опять же у нас времени очень много на подготовку нет. И эту игру постарался использовать именно с точки зрения тренировки максимальной интенсивности, чтобы разгрузить всем ребятам, дать примерно равное количество времени поиграть, кому-то дать чуть больше, чтобы почувствовал в таком плане. Поэтому что-то удалось, что-то нет. На стадии четвертьфинала в сопернике «Химику» достался МБК «Николаев». Первая игра пройдет на площадке «Корабелов», ответная в «Южном». Ну а в ближайший вторник, 22 ноября, подопечный Виталия Степановского вновь сосредоточится на Лиге чемпионов, где под сводами Дворца спорта «Алим» в 19.00 примут турецкую каршиаку. В минувший уикенд завершилась осенняя часть чемпионата страны по футболу среди команд второй лиги. В заключительном 20-м туре на Зарянском стадионе имени Бориса Тарапанца местные Балканы принимали потенциального лидера турнирной таблицы футбольный клуб «Рух» из Винников Львовской области. Отчетный поединок начался с атак команды гостей, которые не собирались скрывать своих намерений добиться в заключительной игре года положительного результата. Но и Балканы, которые уже достаточно много подарили очков своим конкурентам, хотели уйти на зимние каникулы, громко хлопнув дверью. Первый знаковый эпизод в матче случился на 35-й минуте, когда прямую красную карточку увидел перед собой центральный защитник «Руха» Андрей Гурский. Выжать максимум из этого эпизода подопечный Андрея Пархоменко обязаны были практически сразу. Но удар со штрафного парировал Александр Диченко, а набегавший Сергей Платунов угодил мячом в перекладину. И все-таки в дебюте второго тайма Балканы добили своего. Александр Райчев тонким пасом вывел на ударную позицию Сергея Урсуленко, и тот не промахнулся. 1-0. Поведя в счете, при этом имея численный перевес над соперником, «Зарянская» команда обязана была закреплять свой успех. Но на практике получилось совсем наоборот. На 83-й минуте вышедший на замену Роман Иванов сумел сравнять счет в матче. 1-1. И спас свой рух от третьего поражения в сезоне. Сразу поблагодарить хочу, прежде всего, весь тренерский состав и полностью руководителей нашего клуба и всех моих помощников за проделанную работу. Все-таки, если брать, наверное, год, который мы прошли, мы выиграли чемпионат аматоров, стали третьей в Европе среди любительских команд. Вошли в профессиональную лигу. По большому счету, в шестерке во второй лиге. Задач мы определенных изначально не ставили. Сейчас также мы пока смотрим, как это у нас все, готовы ли мы. То общую картину, наверное, можно сказать, что год удался. И достаточно очень серьезно удался. Другой вопрос, что много не добрали очков при нашей, в принципе, игре. Конечно, у меня большой негатив, потому что там нужны были три очка, уйти в отпуск. Как бы, поэтому такой немножечко, наверное, осадок и недосказанность. Но что есть, то есть. Значит, соперник заслужил на нищу, раз забил, споймал нас на ошибки наши. А в общем, игрой я, конечно, доволен. Результатом, конечно, нет в сложившейся ситуации. Ничья «Балкан» с «Рухом» явно пришлась на руку конкурентам этих команд. «Рух» в итоге опустился на третье место, а «Балканы» на шестое. Подвинули зарянцев их земляки из «Реалфармы», которые в Ивано-Франковске добились крупной победы над местным тепловиком 4-0. Возобновится чемпионат страны 18 марта будущего года. Эта информация в нашем сегодняшнем выпуске была последней. Спасибо за внимание и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова